Традиционная церковь птицких 50 стих, 3-4 проповеди, потому что нет одной полноценной, а так вроде как отпускать вас еще рановато. Все отлично, слава богу, благодарим брат, что все обстоятельно, все хорошо, нагададе, ну, коротковато, что-то будет, коротковато кольчужка. И я так думаю, что немножко надо добавить, немножко. Вот, был стих такой, взял из послания Эфесской церкви, 2 глава, 10 стих. Но, желательно, было бы начать с 8, где написано, благодатью вы спасены через веру, усидение от вас, Божий дар и не от дел, чтобы никто не хворобился. Вот, вот смысл. Благодать, это дар, вот вы этим даром вы спасены. Этот дар становится для вас конкретным, ясным, вы его ощущаете через веру, если вы верите в веру. Если вы не верите, никакая благодать в вас не влезет, хоть вы ее вбивайте туда, хоть чем угодно, хоть молотом. Благодатью вы спасены через веру, усидение от вас, ну не от вас, смотри, не от вас, божий дар, и не от дел, то есть вы не зарабатываете из века. Да, можно. Ну и еще, вот почему, видимо, божий план спасения, мы все согласны с тем, что это божий план спасения? Что он от начала знал, что будет в конце. Аминь. Точно? Вы уверены в этом? От начала знал, что будет в конце. Так вот. И вдруг он что, не знал, что Адам сидел и согрешат? Да. Ну почему? Ну он дал нам всем, вот таким вот, умным таким вот, вот таким вот, он дал нам, смотрите, вот громаднейший эдемский сад, там ну всего балом, фруктов там, там всего-всего, и один запрет. Один-единственный, вот от этого дерева не надо кушать, от всего кушать здесь дома. И что? И каков результат? До сих пор. До сих пор, да. До сих пор. И опять же, что можно сказать, вот я, ну я знаю, что вы знаете, но на всякий случай спрошу. Как вы думаете, вот эти вот гады, паразиты, можно сказать, Адам и Ева, они будут с нами в районе? Будут. Вот вы знаете. Потому что вы спрашиваете часто. Адам и Ева, они говорят об этом, они говорят, не вы что, они же согрешили, и не покаялись, и так же, и все, и они вот идут, говорят, вот это прям мигом, на локомотиве как, влетают туда. Адам и Ева, как вы читаете, и вообще, Писание открывает, и на этот, вот их дела, вот не по делам, их дела были, это сшить, что? Смоковные листья, да, чтобы прикрыть. А дело Божье, какое было? Схудя еще. Да, 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 он и сделал им кожаные одежды, кожаные одежды, невозможность сделать, не убил, были там живыми, а вот первая жертва, за грехи этих первых людей, и сделали опять Бог, убил и одел их, то есть простил их, но наказание за грех никто не отменяет, товарищи, возлюбленные. Наказание никто не отменяет, вы его получите, в полной мере, ежели будете решить. И взводите, как вот этот бедный блудный сын, когда там вражки хром-хром-хром-хром-хром-хром-хром-хром, корыте. Я говорю, нет, лучше пойду к отцу. У отца там рабы лучше пытаются, чем делать. Вот так вот и вас Бог доведет до корыта этого. Потом он говорит, нет, лучше пойду. А подумайте, что это вы сказали. Это ж я покаялся. Ага, ты покаялся. Еще один образ, потом мне сейчас опять скажут, что я его часто говорю. Но тем не менее, его надо сказать. Это уже завет благодати. Если я был в Эдамском саду, они так чуть-чуть за кончику и не получилось ничего. А вот, 15 глава бытия Адаму. И сказал, Владыка Господи, почему мне узнать, что я буду владеть землей этой? Обещали, он ходил, учил. Говорит, вот, будут у тебя народ, как... Вот посмотри на небо, да, как звезды столько. Или посмотри на песок. Будут столько у тебя потомков, как песок. Господи. И земля эта твоя. Он говорит, это 15 глава бытия. Он сказал, Владыка Господи, ну, почему я буду знать, что я буду владеть? И сказал Господи ему, возьми мне трёхлетнюю телецу, трёхлетнюю козу, трёхлетнего овна, горлицу и молодого голуба. Он взял их всех, рассёк их пополам и положил одну часть против другой. Только птицы не рассёкли. Ну, понятно. Что это за образ? Кто знает, поднимите руку. Завет. А? Завет. Завет. Для чего рассекались, убивались животные и клались вот так вот? Одну поэтку. Завет между двумя. Да, чтобы, значит, когда ты проходишь... Ну, потом это стала роспись кровью, там, палец, да, там, всё-таки. А это вот, он, когда заключает Завет, это оба проходят, оба между кем и кем и Завет, и, как бы говоря, да будет со мною так, буду я рассечён так же вот, буду мёртв, как вот эти животные. И проходит. Ну, что сделал Бог? Вот, вот, рассёк, положил. Ну, при захождении солнца, тут же двенадцатый стих. Крепкий сон напал на Авраама, и вот напал на него ужас и мрад великий. И когда зашло солнце, и наступила тьма, вот дым, как бы из печи, и пламя огня прошло между рассечёнными животными. В тот день заключил Господь Завет с Авраамом. Где был Авраам? Мы видим, правда, да? Он всё видел. Вот, вот пламя огня, вот Бог проходит между ними, он заключает. А ты сиди, смотри, потому что ты ничего не сможешь сделать. Это Завет благодати. И вот, когда мы это понимаем, мне хочется жить святой жизнью. Я хочу быть угодным Богу, потому что я благодарен Ему за это. А не когда говорят, ты должен. А у меня всё внутри поднимается. И уже не хочется ничего делать. И ещё одна, извините, я вас ещё чуть-чуть задержу. Ещё я вчера на Альфе упоминал, есть ещё одна болезнь, которая препятствует приятию благодати. Если экскурс в историю заделать, это постоянная борьба была. Вот Павел боролся с законниками, да, иудеями. И они тоже любили Бога, чтили Его, исполняли законы. Он на них говорит, достойте свободе, не подбирайтесь опять Его рабству. Ну так, да? Что лучше, быть в свободе или быть в рабстве? И вот это никак люди не могут совместить. Ну никак. Ну мы рождаемся в законе, нам он понятен. Мы с детства его приняли, он нам понятен. Вот ты хорошо поступил, вот тебе подарок. А ты плохо получил, вот тебе ремешок. Всё. Ясно и понятно. А тут благодать какая-то. Ну что это? Так вот. Что значит ещё мешало? Да, ну это конкретное противостояние между Павлом и иудейскими законниками. Четвёртый век Августин, Святой Августин, да, отец церкви. Всё, борьба с Пелагией. Пелагий, который говорил, нет, спасение только по делам. Вот. Совершил в ад. Всё тут же. Понятно. Да, вот. И потом это уже во время реформации, когда уже сам Мартин Лютер понял, будучи монахом, который, я же говорю, по десять раз на дню, сбивая колени в кровь, поднимался к исповеднику, исповедуя Рехи, потому что он постоянно себя чувствовал грешным, постоянно в мысли лезли не те. И он уже устал от этого. Он уже паломничество в Рим сделал. И когда ему Бог открывает, то благодать его спасена через вверх. Он, а-а-а, вот это разница. Вот. появляется полупелагеанство, их так называли. То есть, половинка на половину. То есть, Христос плюс. Вы ответьте мне на вопрос. Для спасения, для жизни вечной достаточно жертвы Христа? Да. Скажите, аминь. Аминь. Точно. Аминь. Уверен. А как мы это докажем? Надо доказать. Опять же, под познанием евреям надо прочитать. А то не поймете. 14 стих. Ибо Он, Иисус Христос, одним приношением навсегда сделал совершение освящаемого. Аминь. Вот так. Да? Один. Жертвы Христа достаточно. Но, что делают эти полупелагеане? Они начинают Христос плюс. Ну, допустим, пищу нельзя кушать. Свининку. А то и все. Знаете, да? Солок. Пришло. Потом. Никто да не осуждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, или за новом месяце, или суботу. Суботу не исполняете. Суботу не исполняете. У-у-у-у. На вас печаль сатаны. Знакомо, нет? Пожалуйста. Христос плюс суббота. Христос плюс пища, там какая-то кошерная. Или же. Никто да не обращает вас самовольным смиренно мудрям и служением ангелам, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмиваясь плотским своим умом. То есть, должно быть служение ангелам, должно быть поклонение святым. Вот надо прийти там Матроне, там что-то сделать, там еще что-нибудь. Вот, пожалуйста, Христос плюс ангелы и святые. Ну, или же еще. Итак, если вы со Христом умерли для стихи мира, то для чего же вы, как живущие в мире, держитесь в постановлении? Не прикасайся, не вкушай, не дотрагивайся, что все истревает от употребления по заповедям и учениям человечества. «Вот, пожалуйста, все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать многим. Если обладает, то я, значит, уже не свободен, ведь правда, да? Аминь. Аминь. Значит, я в рабстве, значит, на мне игорь. Так обращайся ко Христу. Он освободит. Но вот это плюс, ни в коем разе Христа достаточно. Жертвы Христа достаточно. А все сказали дружно? Аминь. Аминь. И почему еще я вам хочу сказать, что Господь сказал Бог еще в ветхом, славы Моей не дам никому. Так? Если я хоть что-то делаю для спасения Своего, хоть что-то, хоть там одну тысячную процента. Это слава Моя. Правда, да? Такое может быть? Так что мы это, как сказать, дополнили так чуть-чуть. Но о благодати нужно учить. Потому что благодать, она покрывает вот как вот песок сквозь пальцев. Почему в силу нашей греховности плодит? Этим надо жить. И так стойте в свободе. Он говорит, выстаивайте в свободе. Это не так просто. Потому что закон вас обязательно собьет. Обязательно подставит вам ножку. Обязательно вы где-то будете страдать от этого. И еще раз я вам напомню. Я тоже часто отнесу. Часто эти славы. Повторяю. Ну что ты делаешь. Это Мартин Лютер опять-таки. Он когда мучился от этого тоже. Я понимаю, умом я понимаю, что Христа мне досталось. Ну внутри, ну что-то так хочется что-то сделать для Христа. Ну хочется. Вот. Так вот. А когда не получается. Бог нам дал, оставил две чудесные, прекрасные, замечательные вещи. Первое. Закон. Это закон. И совесть. Замечательно. Ну и если вы их будете применять без благодати. Они превратятся в страшных монстров, которые разорвут вас на части в кровь. И вы это все прекрасно знаете. Эту борьбу. Благодати. И возрастайте в благодати и познание Господа нашего Иисуса Христа. Ему слава во веки. Аминь. 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 Аминь.